Здравствуйте, друзья! У нас на экране гости, блогеры, которые сейчас нам с радостью будут представляться. Вот блогеры, представляйтесь. Я Денис. Меня зовут Надежда. У нас есть свой блог, посвященный похудению, так скажем, здоровому образу жизни и сбросу веса. Удается? Еще как. Вы меня уже заинтриговали. Тот, кто заходит на наш блог, может увидеть это все. Я в прямом эфире там сбрасывал вес, начиная с декабря месяца по апрель, конец апреля, и скинул 41 килограмм. А сколько было-то? 121 килограмм у меня был. Я снизил его до 80 за 5 месяцев. Вы так не смотритесь худеньким, конечно, сейчас вот. Нет. Я... Поверьте, то, что как я раньше смотрелся, это... Там есть... У него щечки всегда. У вас документировано там. Есть сравнительные фотографии, в принципе, можно... Так. Хорошо. Ну, а вот жена, например, когда вы были в более тяжелом весе, она как вообще на вас реагировала? Так вот, какая-то разница появилась в отношении? Она любит в любом весе. И делает это, конечно, не за жены, а в первую очередь из-за собственного здоровья. Причем это не первый раз я делал. Первый раз не удержал вес. Да. Ну, набрал 5 назад. Ну, тогда ты покупал больше килограмм, на 75. Да, кстати. Боже мой. Я сбрасывал за 10 месяцев. Послушайте, вы какого возраста вообще? А мне 36 сейчас. 36. Ну, хорошо. Вам, конечно, я-то все время пытаюсь как-то... Даже не столько сбросить, сколько не набрать. А если набрал, то сбросить. Как-то это вот борьба, в которой я все время так периодически терплю поражения какие-то. Но я постарше там, на четверть века. Но вопрос в чем? Вы какими-то изуверскими способами? Или вы чем-то? Или просто у вас такой образ жизни вполне разумный, который можно поддерживать? И вот это без экстрима, я извиняюсь. Нет, нет. Никакого изуверства. Причем, не применяя никаких дополнительных там всяких таблеток и так далее. Это не пропагандируем. Наоборот, пропагандируем здоровую образ жизни. То есть, надо этот баланс держать. Сколько съел, сколько потратил. Просто надо это научить людей. На калориях. Да. Что будет? То есть, ничего такого психосоматического там? Не, ну, настрой. Не, настрой, конечно, в первую очередь. И мои подписчики требуют от меня вот этот настрой. Не просто так, а давайте поддержите нас. Докажите нам, что нам это нужно. Я думаю, может быть, у вас где-то там в роду, в прошлых жизнях какая-то, знаете, такая родовая информация. Понимаете, может быть, дурной глаз где-то участвовал. И там, знаете, как бывает-то? То есть, вы без этого всего? Не, не, у нас все просто. Звезды не используете, там, к бабке гадалки не ходили. Ну, самое главное, что подписчики худеют. Это вот. Слушайте, вам надо какой-то совокупный такой показатель, допустим, количества килограммов веса, сброшенного всеми подписчиками. Допустим, на ютюбе статистика на просмотры есть, на продолжительность просмотров есть, а на килограммы нет. Которую можно действительно сделать даже отдельно, рубрику такую. Да. Мы сейчас тоже собираем о подписчиках наших информацию, те, которые предоставляют это фотографии, как они худеют, кто соглашается. И мы скоро выложим, значит, большую статью с... С разоблачением. Да, с результатами уже непосредственно ихнего сброса веса, а не моего. Подождите, вы географически, то есть питерские или где вы? Нет, нет, нет. Мы в Питер ездим к друзьям, мы живем в юг России, это Белгородская область. 150 километров от границы с Украиной. Понял, понял. То есть, как вообще там жизнь-то вообще, как там люди живут в Белгородской области? Ну как, самая лучшая область, которая живет, это Московская-Белгородская. Мы являемся самыми развитыми и самыми богатыми. Ну, Московская, я еще понимаю, там Москва рядом. А вы чего? У нас железнорудное предприятие вокруг. Города образуются. Да. Из-за этого мы живем, скажем так. То есть, если будет, например, кризис не с ценами на нефть, а на горнорудное что-то, то вы тогда уже пострадаете. Наши города превратятся в призраки, я думаю. Ага. А у вас есть там что-нибудь такое, ну, для души, там, рыбалка, грибочки? Не, мы живем в относительно, действительно, небольшом городе, это со статусом населения. О-о-о. И этого у нас вокруг леса, поля, пожалуйста, хоть каждый день. Чем мы, кстати, занимаемся. И худее я исповедую такой вид спорта, как велосипед. И каждый день я бываю вот на таких мероприятиях. А вот соседи, вот нет такого там, соседи приходят, говорят, дай покурим, или давай выпьем. Или, смотри, там, говорит, икорка, там, рыбка, давай покушаем. Это дело очень много. Но мы не курим и не пьем. Так. То есть вы такие асоциальные, значит, россияне. Не курите, не пьете. У нас свой круг знакомств, тоже свой круг интересов. У меня друзья тоже любители именно такого вида спорта. Здорового образа жизни. Никто не пьет, не курит. Ну, как-то так, поддерживаем друг друга. Ну, да, то есть вы можете сбиться в кучу, и тогда не будете казаться себе аномальными. Нет, ну, а чувствовать себя чуть-чуть, немножко, вышедшим из общества, это даже немножко приятно. Вы знаете, что, я когда сравниваю диеты, я много диет, там, за последние 15 лет на свою голову, значит, пробовал. И могу сказать, что вот диеты российские, точнее, отношение к диете, российская и, допустим, вот американская, отличаются степенью жесткости, которая считается нормальной. Вот, допустим, на Руси, вот, мне какую-то диету дали, ну, такую, что хоть просто, вот, лучше уже и не жить, чем на такой диете. Ну, и есть такой доктор Волков, в Москве я там был у него в офисе, там, и, в общем, они мне там этот тест делали, здесь это называется Нью-Йорк, там, какой-то тест, вот, на аллергены. Ну, и, короче, постановили, что мне есть можно буквально, там, 5-6 номинований вообще чего-то такого, чего я никогда вообще не ел, практически, но очень жуткого. И когда я говорю, что так жить нельзя, там, или что-то, на меня так строго смотрят и говорят, что я какой-то неприличный человек, который не может себя заставить, и, в общем, как бы надо себя заставить. И я так, вы понимаете, я по-американски на это дело смотрю, и что человек, если он будет себя заставлять, то он просто не сможет, он не выдержит, он сломается, потому что, если это не естественный образ жизни, то какая там нафиг диета, это просто... Мало того, что он сломается, он еще лишних, там, 5 кило наберет, если не 10, когда все это произойдет. Я был на каком-то там семинаре по диетам, и там девушка была, молодая женщина, красоты невероятной, и просто она, знаете, она стекала, она стекала со стула, вот, стекала. И это было что-то страшное, и когда я с ней разговаривался, выяснилось, что, в общем-то, у нее было немножко лишнего веса, там, буквально лет 7-8 назад, немножко. И она на какую-то там диету села, и вот понеслось, и с каждой следующей диеты она выходила с лишним весом, то есть она сбрасывала, потом накидывала, сбрасывала, накидывала, и вот она в этом состоянии просто на нее стала смотреть чудовищно, при том, что вот началось вот с ерунды. Поэтому, ну хорошо, а вот блог, народу много у вас там подписчиков? Нет, мы молодой, так сказать, блог, только годик нам, сейчас чуть больше тысячи подписчиков, ну, зато большая часть они живые подписчики, активные. Если вы видео повесите, сколько будет просмотров за неделю на тысячу подписчиков? Сколько, Лиза? По-всякому бывает, от названия ролика много очень зависит. Да, крах доллара, конечно, тут сразу прибегут. Таким названием надо. Ну, больше тысячи товарищей. Так. Больше всего. Послушайте, а вот вы там живете в 150 километрах от границы с Украиной, у вас народ каким-то образом как-то острее чувствует какие-то проблемы, связанные с Украиной, или вот хоть в Сибири, хоть у вас там без разницы? Ничего мы не чувствуем, честно говоря. Ну, это мы ничего не чувствуем. Единственное, люди, конечно, судят у каждого по-своему. Я принципиально никогда не разговариваю насчет политики ни с кем, ни с кем, ни с друзьями. Есть у каждого свое мнение. Вот, у нас оно, скажем так, сильно отлично от других, возможно. И, как бы, обсуждается, конечно. Но близость Украины как бы не влияет на остроту. Так, я об этом... Нет, ну, кроме того, что у нас все-таки летают над нами иногда истребители и военные вертолеты, вот, ну, это, так сказать, больше развлечения. Ну, а раньше не летали? Нет. Как только вот это вот все началось, вот через нас иногда мы видим это все. А наши, допустим, друзья были совсем недавно в Крыму, вот, там это постоянно. Летают, что ли? Постоянно там. А куда? Я не знаю, что они там делают, мы даже не представляем. Честно говоря, вы там залазить и не хочется, и обсуждать... Слушайте, да они, наверное, в самоволку, там, куда-нибудь на пляж. Да еще что? Господи, что мы не знаем, как... Да. Молодые ребята. Да. В Турцию, например, на пляж. Скупался и обратно вазу. Возможно так. Понятно. Тут, конечно, в этом отношении у нас тихо-спокойно, несмотря там, кто что будет говорить. А вы, тем не менее, вот вы смотрите американских блогеров. Вот я знаю, вы у нас на канале, там, значит, как называется, засветились, там у Наташи Квик. Вы почему смотрите американских блогеров? Мы честно скажем, потому что эта информация не для нашего блога, а это для вашего блога. Мы собираемся все силы приложить и прилагаем, чтобы уехать как раз в Америку. А что же вы еще там? Это решение созрело не так давно. Мы к нему ушли долго. Очень долго думали, делать, не делать. Сначала у нас была даже Европа, какая-нибудь европейская страна. Ну, там уже все места заняты, сирийцами и ракцами. Только не получается у нас в плане того, развиться того, что ты хочешь, действительно, ну, не дают. Просто не дают. Я думаю, вам это известно, такие вещи, коли вы жили здесь. В России как-то жестко через час. Вот, если ты чуть не такой, чего ты хочешь от жизни, и когда ты что-то начинаешь, тебя обязательно опускают назад. Ну, это было, вы знаете что, я-то это помню, конечно, в СССР это было необходимым элементом общества. Я не очень понимаю, почему сейчас это должно присутствовать. В том смысле, что, ну, как бы нет политической системы, политической системы, которая на уровне государства говорит, вот этих не пускаем, этих зажимаем. Этому дальше ходу нет. Это сейчас система, которая занимается тем же самым. Человек, который с тремя кредитами и зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц, это самый хороший человек для страны. А что такое 15 тысяч, он вообще не зарабатывает ничего? А, это нормальная зарплата у нас. Средняя по России. 15 тысяч. Кстати, ну, по нынешнему курсу это как 250 долларов получается, меньше. Именно так, даже меньше. А какие три кредита у него? Ну, обычные ж люди берут, там, ипотеку, машину, там, на юг съездить, вот уже идти. У нас бывает, даже берут кредиты на день рождения. Да, разные ж люди бывают. Слушайте, а я все время смотрю, там, на иммиграционных форумах пишут, какие идиоты американцы, что у них кредитные карточки, что они там, оказывается, там люди на день рождения кредит берут. У нас не просто, у нас вообще стала кредитная сторона, у нас через почтовые ящики рассылают банки, причем довольно крупные банки, кредитные карточки присылают. Пожалуйста, вбивайте код в смс, активируйте карту, берите 50 тысяч. Вы знаете, что, у нас то же самое, но не так, что активируете, а у нас рассылают приглашение заполнить вот этот аппликейшн, то есть вам могут дать или не дать, но приглашение заполнить, они действительно ждут просто по почте. В этом-то все дело, то, что нам, любому человеку у нас дают, несмотря на его кредитную историю, несмотря работает он или нет. Это может быть человек без жилья, ну, бомж простой, взять кредит. И ему дадут деньги? Ему дадут деньги. А зачем, а как же банк, я извиняюсь, отбивать деньги будет? У них своя тоже система коллекторов сейчас. Нет, но если он бомж, как же с ним заберешь-то? С бомжа, может быть, нет, но расчет-то идет, что не все бомжи. Нормальный все-таки, если есть адрес какой-то. Но они с утюгом не ходят там, да? То есть это либерально происходит. Морду не бьют там. Я бы не сказал. Ну, то есть все-таки цивилизованно. У нас это даже не, как сказать, на показ это все делается. В принципе, по телевидению нашему можно увидеть, как это все делается. И с утюгом ходят, поверьте. Банки? Да, ну, коллекторские организации, конечно, не сами банки. То есть можно обратиться, если что, к интеллигентным людям. Это традиция вежливых людей. То есть вот они. Понятно. Ну что же, хорошо. То есть весело у вас, не исключаете. Ну, мы не по этой, конечно, причине. Во всякой системе можно прижиться. Но то, что развиться именно в тех отраслях, в которых мы хотим. Я извиняюсь, а в каких? Моя вот жена художник, во-первых. Это вот она нарисовала там сзади? Это сзади вот нас картины немножко видны. Это портреты людям. Мы Наталье Двик обещали присылать. Не знаю, как мы пересылать будем, но надеемся там, может, знакомые какие-нибудь. Да вы ей файл пришлите, а она там пойдет его и распечатает красиво. Слушайте, у нас тут как раз вот сейчас в Санта-Круз. Я с вами с Санта-Круз разговор веду. Ну, мы сегодня тут весь день угрохали на строительные вопросы. Мы хотим заменить травку там на искусственную и так далее. А завтра пойдем у нас раз в год, тут в течение какого-то времени, чуть ли не целый месяц, художники по выходным. Тут очень много художников. Вообще Санта-Круз это город артистов. Очень много художников. И вот можно приходить у них по домам и покупать у них на месте картинки. Но это удобно, потому что, скажем, в галерее ты еще комиссию в галерее заплатишь, которая может быть на самом деле там два раза то, что художнику достается. Но в общем у нас есть приятель, который такой, если вы наш канал смотрите, вот такой Виктор у нас такой есть, он такой в Панамке ходит. И вот этот Виктор, он тут давно, и он знает многих художников лично, и он как бы так вот знает, куда ходить. Поэтому мы с ним завтра пойдем вот по художникам. Да, я хочу сказать, что вот такие, как у вас висят, так издалека, если я бы оценивал, в зависимости от того, как вы умеете их продавать, скажем так, так они бы могли пойти, скажем там, от пары тысяч до, может быть, там, я не знаю, пары сотен. То есть, если ты дома продаешь, так вот, там, приходи, бери, там, может, пару сотен, если там куда-нибудь на городскую, там, Art & Wine Festival, вот мы недавно показывали, да, там, ребята с картинками, там, может быть, там, 500, а если где-нибудь в галерее, то, может быть, пару тысяч, там, да. Цены немножко другие. Так ты здесь расходы же какие, знаете. Вот, и второе, почему мы вот смотрим вас, это самое главное, именно вас мы смотрим. Лично. Моя жена обучилась бесплатным вашим урокам. И что, она стала тестером? Да, и причем она вот сейчас ищет работу, кое-что мы нашли, даже работает сейчас в этой индустрии. Вау. Я, честно говоря, еще не брался за это, хотя вот тоже с чего-то начинать. Я сам. Мы вас отдадим, знаете куда, мы вас отдадим в Adobe, будете Photoshop тестировать. Хорошо, я согласна. Можете Photoshop? Все. Вот она с Селениум сама проходит, заканчивает. Да, вот по-вашим тоже видео. То, что вот, минуточку, то, что Ольга сейчас наговаривает, да? Вы по-английски можете, понимаете? Понимаю, да, ну, конечно, не прям все. Ну, мы сейчас на уровне, скажем так, понимать, понимаем примерно, ну, больше половины, скажем так. Контекст без проблем, конечно. Да, контекст-то понятно. И начали говорить, вот, даже Наталья Квик нам помогает сейчас немножечко. Мы с ней сейчас... О, она увлеклась сейчас. Увлеклась автоматизацией, да. Уроки по-английскому, мы считаем все-таки, прожив столько времени в Штатах, это уже носитель языка, можно сказать, практически. Ого. Она хорошо говорит, у нее и произношение хорошо. Вот, так что мы вот сейчас вот берем уроки у нее и... Ну, я думаю, что... Вы мне про контекст напомнили, был такой анекдот, как суд, там, бракоразводный какой-то процесс, там, ну и судья спрашивает мужа, он говорит, а что вы вот развестись хотите, что за причина такая? Он говорит, так она меня дураком назвала. Судья говорит, ну, конечно, нехорошо, говорит, но, может быть, как-то не то, чтобы вот именно разводиться с этого дела. Он говорит, так это же зависит от того, в каком контексте. Он говорит, а вас в каком контексте назвали? Он говорит, ну, представляешь, прихожу домой, говорит, она в постели с чужим мужиком, увидела меня и говорит, смотри, как это делается, дурак. Вот. Так что контекст важен. Понятно, то есть вы в таком контексте половину понимаете, половину нет, интуитивно. То есть вы еще не готовы для эмиграции вот так? Готовы, почему? Если будет возможность, мы хоть прям завтра. А язык? Мы играем сейчас в грин-карту. Ну, уже заполнили формочку или не спешите? Нет, нет, уже заполнило, мы причем это уже не первый год делаем. Ну, так, пока у нас не получается, но надежда все равно существует. У меня такое ощущение, что это где-то наверху решается, не в смысле в органах компетентных, а вот где-то совсем наверху, энергетическом уровне. Потому что я видел людей, вот у меня, я их не показывал еще, но вот если вы видели сюжет, как там по Москве человек идет, вот по местам, где я когда-то гулял. Так, они выиграли две грин-карты. То есть они тогда еще не были женаты, но потом они как-то так женились. И вдруг выиграли оба. И, знаете, так бывает. Бывает, что вот у нас паренек, он расписался и не успел. И, в общем, приехал один, на следующий год жена выигрывает. А Дима Шишкин тоже выиграл, Дима Шишкин выиграл. Они с Олей тогда только поженились. И он оформил документы все. Пришли они уже в визовый центр, а им говорят, а вы знаете, что Оля ваша тоже выиграла? Он говорит, да, а мы даже не стали проверять ее номеры. А, у Шишкиных так было. Они вообще даже не знали, что она выиграла. Да, да, да. Это им консул сказал, да, 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 это правда. Им консул сказал. Потом, да, таких историй очень много. Бывает в одной семье, там, я не знаю, три сестры, там, каждая выигрывает, там, год через год. Там, и просто на удивление вот эти вот фишки выпадают. Знаете, как, чем-то напоминает этот закон, когда снаряд, там, два раза в одну воронку не падает. А, кажется, падает. А вот здесь как раз обратный закон, что оно как грибочки. Там вот и один грибочек, там еще один. Ну да, но если что, мы сильно не будем надеяться на грин-карту. То есть мы... Да. Я специально вот столько людей показываю, которые решают все эти вопросы. И вот когда Светлана Кафф выступала последний раз у нас, я порезал на кусочков семь, там, может быть, потому что там получилось так, что много кусочков, каждый из которых отдельно интересен. И там последние, там, буквально 3-4 минуты я их тоже вырезал, потому что, когда она сказала, что абсолютно для каждого находится решение, я сказал себе, это не может быть внутри какого-то видео, это должно быть совершенно отдельным видео. Потому что даже для меня это было... При том, что я верю, что, в общем-то, наверное, это так. Я ей сказал, что блогеры, в принципе, это говорят, но чтобы уже адвокат такое сказал. Вот, поэтому я подумал, надо отдельно сделать. И вот так... Она молодец, конечно. В смысле, она мотивирующий такой человек. Она светится. И меня, например, в ней потрясает, что чем сложнее кейс, тем сильнее у нее глаза разгораются. Она говорит, дыгни все, понимаешь, такое у нее сразу... Охотничий, охотничий азарт такой, знаешь, так сложный зверь там уже сейчас. А то, знаете, как вот там этот... Как обычно там лев там за стадом антилоп гонится, но у кого он сожрал? Ну, кто слабее был, вот там последний, он его и сожрал. А здесь за вожаком. Мы тоже, по этой линии, просто еще кроме вот этого вот всего розыгрыша грин-карта, пытаемся по линии, да, художественной. Мы узнали, что в Штатах, в принципе, можно получить вид на жительство еще при помощи вот таких вот людей. Нуждают, ну, дают визы. Конечно, есть специально. Вы можете получить грин-карту. По какой-то одаренности, да, без того, чтобы вообще находиться в стране. Вот есть виза ОУ, которая там по способностям, но она требует, чтобы у вас был наниматель там или что-то. А можете сразу на грин-карту подавать, это занимает там года полтора, может быть, меньше. И там есть какие-то свои критерии. И если вы в выставках участвуете там и так далее, то я не знаю тонко этого всего. Мы, кстати, со Светланой Каф мы договорились, что в следующий раз мы когда соберемся, мы как раз вот эту тему обсудим. Вот грин-карта и виза ОУ для людей с какими-то вот способностями такими. Мы сами вот с образованием у нас как бы гуманитарная ОУ. Да, юридическая. Да, причем мы юристы, вот, но это в жизни, скажем так, в свое время. Здесь с этим проблемы большие, вот, с трудоустройством по этой профессии. Вот, ну вот мы и развиваемся в Советбурге. А я сегодня с дядькой одним разговаривал из Краснодара. И он, значит, там тоже, у него было не закончено юридическое, значит, и он когда-то не доучился там. Ну, я начинаю его расспрашивать, он говорит, ну вот, понимаешь, он говорит, вот юридические, там учатся вот дети, там, прокуроры в суде, то есть там очень приблотненная такая аудитория. Значит, там каждый экзамен стоит, там, за счет стоит столько-то, экзамен стоит столько-то, там, все с деньгами. Чтобы там самую поганую позицию в прокуратуре стоит там столько-то. То есть, какая-то такая такса, я думаю, ну что же за жизнь такая, уж совсем все, как-то грустно он нарисовал. То есть, получается, что, если ты вот, ну, просто учишься на юриста, ты уже, как бы, никуда тебя не возьмут. И, ну, в общем, так-то, очень грустная у него была картина такая. Я не знаю, как в Белгородской области. Все действительно так. Во всей России так. Отучиться самому можно, если ты умненький, если ты тянешься, ты отучишься. И экзамены все сам сдашь. Но устроиться на работу ты сам не сможешь никуда поцелиться. Ну, то есть, получается, что, я помню, что, когда вот господин Медведев стал президентом, какое-то время назад, я так с интересом слушал его первое выступление, думаю, что скажет. И он активно набросился на бюрократию, на взяточничество, там вот, то есть, взятком бой. Я думаю, неплохо. Это, как бы, хорошая позиция такая, как бы, все правильно там и так далее. То есть, ну, получается, что вот у них же все и взятки. То есть, как бы, государственная структура вся пронизана этим делом. А те, кто наверху, казалось бы, должны были бы с этим бороться. Я думаю, может быть, они не могут бороться. Вот еще Петр Первый там на дыбу, да, и пытать, и пытать. А все, взятки с тех берут и берут. Потому что это российский менталитет еще свое играет роль. У нас, наверное, могут без этого. Вот, ну, не знаю, не знаю, ничего не изменилось. Начинания, конечно, благие, хорошие, товарища Медведева, но ничего... Вот поныне там. Да, ничего не изменилось, и мы живем точно так же, как ты жили. Знаете что, это... Я не понимаю, кто это сказал-то из классиков? Он говорит, вот, говорит, там, если, говорит, заснуть и через сто лет проснуться, и спросить, как нынче жизнь? Говорит, вот скажут, говорит, как, там, вот пьют и воруют. А, это, кажется, Чехов. Чехов, да? Нет, 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 я думаю, не Чехов. Ну, раньше еще кто-то, типа, Салтыкова, Чедринога, там, такого уровня, да. Ну, самое главное, что мы с вами все-таки связались и с вами увидели. Вот это вот, действительно, мы хотели, особенно жена хотела, она ваша поклонница, честно говорю. Я начал уже ревновать, потому что у вас в моей квартире звучит каждый день, вот, и я уже вас узнаю, я еще вас тогда не знал, когда она... Ну, слышно, ну, один и тот же мужской... Вы кто по гороскопу-то? А, я телец. О, и я телец, так, а вы какой телец? Вы какой телец? Я Бобин, тоже там, рядышком. Да, еще вот... О, так она просто к телецам тяготеет. Еще и национальность у нас совпадает немножечко. Да. Совпадает немножечко, так. У нас София одесситка, и вот она высказывается иногда очень сочно, и я каждый раз думаю, я так сказать не смогу, вот, если я захочу, я не смогу так сказать. Вот, допустим, там был случай, она с менеджером разговаривает, и говорит, Саша, как же так? Я вижу, что ваша компания на крекс-листе повесила объявление, что вам нужны интерны, они у нас берут, практикантов. И она говорит, и это в то время, когда я тебя так люблю. И, значит, вот, а тут буквально на днях тоже, она так сказала, вот как мы сейчас там немножечко совпадает, она говорит, ты знаешь, что я тебе скажу? Она говорит, конечно, они немножко очень разные. Ну, так же, как я. Да, так она. Да, понятно. Понятно. Откуда же вы с такой национальностью оказались в Белгородской области? Нет, ну, на самом деле тут много с такой-то национальности живут. Так, да еще не уехали все еще? Сейчас, как-то советские времена, не как раньше. Я, а это, вот, ну, все же. А вот. Семь, да. Понятно. Но вот в Израиле вы не хотите? Ну, нет, в Израиле что-то мы никогда и не рассматривали такой вариант. Не знаю, почему, но, скажем так, в большую степень вот это Соединенные Штаты нас привлекает именно образом жизни, насколько мы его знаем. У нас не только вот, как бы, знакомые вот блогеры, да, у нас реальные, кого мы знаем с рождения, люди, наших знакомых родственников живут в Санта-Барбаре. У нас, кстати, две семьи живут. В Санта-Барбаре? Да. Это их кино показывается. И оба, кстати, вот именно, ну, можно сказать, с нашего дома. Удивительно. В разное время переехали, друг друга не знают. И мы с ними общаемся, очень удивляемся вот этому всему образу жизни, да, и как один сосед, значит, у нас есть сосед такой, у него брат родной, как раз работает в Санта-Барбаре. И, я не знаю, где именно, но мой сосед рассказал такую историю, говорит, ну, ты переезжай к нам, говорит, а зачем, я уже старый, говорит, ну, зачем мне это нужно? Он говорит, ну, вот сколько ты здесь получаешь? Он говорит, ну, максимум 800 долларов, говорит, я получаю за ту же самую работу, где ты работаешь, ровно 10 раз больше. Говорит, есть смысл, но вот до сих пор не переехал, но вот... Есть такой старый анекдот, как на Останкинской башне посадили человека, положили ему зарплату 200 рублей, и говорят, вот, высматривай, когда придет коммунизм. Вот как увидишь, что коммунизм на подходе, значит, там нажимаешь кнопку, сигнал подаешь, значит, и все будут знать. Ну, хорошо, но он сидит, ну, а поскольку работа такая не требует активного действия, он читает, там, у него подписка там большая ему приносит, он там, почитывает, посмотрит и вычитывает однажды, что в Нью-Йорке на Статуе Свободы есть площадочка, там сидит мужик, тоже самое делает. И получает 2000 рублей, 2000 долларов, как вы говорите, что 10 раз больше, за ту же самую работу. И он бежит к начальству и говорит, ребята, что ж такое, это уже через что, это уже беспредел какой-то? Ну, 10 раз-то. Они ему говорят, мужик, я говорю, ну ты сам-то подумай. Да, а мужик сидит и высматривает, когда кончится рецессия, и сигнал подать. И он говорит, ты подумай сам. Рецессия кончится, он работу потеряет, а ты же всю жизнь можешь тут работать? Такое, понятно. Дело же не в деньгах, но при чем тут? Нет, тут, конечно, не в деньгах, это один из факторов, да. Тут реализация, собственно, реализация, я считаю для себя. Ну, здесь мне тяжело реализоваться, потому что, как бы, ну, много у меня интересов, многим я бы мог заниматься в жизни. Тестировать могут, а может тестировать, а может не тестировать. Да, могут тестировать, а может не тестировать, но все же, я... Автомобильным бизнесом. Я автомобильным бизнесом здесь чуть-чуть пытался... А что это значит, продавать машины или обслуживать? Нет, это я аэрограф, еще вот у меня жена как бы художник, и меня немножко научили в этой сфере работать. Вот, аэрографию, наносить рисунки на машины. О-о-о! В дальнейшем у нас это не пошло, потому что это очень дорого, да, работа очень сложная. Это в Лос-Анджелес вам надо? Ох, там! Вообще! У нас более-менее пошло, ну, просто кузовной ремонт, да, покраска, лакирование, и вот, как бы, у меня есть собственный мотоцикл, вот, ездящая реклама, скажем так, моей работы, вот. Аэрографию. Вот, да, 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 да. Вот, я на нем езжу, делаю людям такие вещи тоже. Ну, у нас это большое распространение не получается. Официально, чтобы начать работать, нужны не просто вложения, как бы это было ни вложение в бизнес, это одно, но это вложение, не буду говорить, куда еще нужно. Это третьим лицам. Это даже при том, что еще ничего нет, и заработков нет. Да, да, да. Причем, как ты только открываешься, сразу ты должен уже начинать кормить всех. Ну, грубо говоря, так, если вы не можете, так они кому-то другому это место отдадут, чтобы они оттуда шло. То есть вы фактически залезаете им в карман? Да, да, да. Так может, вам в начальники в какие-нибудь там? Реализация. Начальник. Начальник сразу не берут. Нет, на самом деле хочется именно работать. Ну, не знаю. Мне, допустим, нравилось руками работать. Я получал удовольствие от собственной работы. Всегда получал. Да, и у него еще были работники, которыми он так хорошо командовал. У меня были знакомые, которых я нанимал. И чинили машины. Я занимался мебелью. Сам изготавливал мебель из дерева. У нас вот деревоплита в основном в России используется для мебели. Это в смысле ДСП такая? Да, да, да. Оно вот как в Советском Союзе начали вот так же. Здесь, вы знаете что? Здесь, если дорогая мебель, она из дерева. А если такая дешевенькая, то вы... Вот она из этого ДСП. Но дело в том, что там, где такая мебель, там ручной труд смысла не имеет. То есть она такая, тяп-ляп и поехал. А уже там есть серьезные краснодеревщики. Вы что? Большие деньги получают. Ну, вот работал по этому делу. Вот себе я сделал кухонную мебель. Стулья, столы. Вот сидит жена у нас, моего производства. Вот. Это из березы я делал. Ну, в общем, краснодеревщиком некоторое время проработал. Соседям вот знакомым делал. Так, а детки есть у вас или что нет? Нет, мы как раз, именно почему не заводим, потому что у нас перспектива как бы переехать сначала. Так вы уж снимаетесь, что вы там засели-то? Так что, уже снимаетесь уже. Там лотерея, лотерея там. Или как художник, или может быть вдруг повезет. Может быть, девочек у меня кто-то. Ну, в любом случае, мы вас будем смотреть. Ну, во всяком случае, это совсем не сложно. Тем более, с частичной проявленной национальностью. До сих пор большие льготы, можно сказать, по этой части. Ну, у меня вот, я только начал в это влезать во все. Я сначала блог как-то, блог-блог, да, моя жена обслуживала этот блог. Причем, вот, могу, хочется очень похвалиться все равно, если есть возможность. Да. То, что мой блог полностью создала моя жена. Она и веб-дизайнер, и веб-составителем своего блога была. Она работает... Программистом. Программистом. Именно синтаксис. Ой, боже. Вот, это написано на, насколько я помню, как ты говорил, HTML и CSS. Ну, молодец. Что, прям от руки там. Освоила вот эти языки сама лично и написала блог на нем. У меня, знаете, что у меня внучка Саша, ей 8 лет, она ходит в кружок, там рисует. Ну, и я как-то раз показал, там, я не помню, в общем, ей понравилось. Она тут недавно нарисовала чего-то, бабушке дает, там, и говорит, что ты дедушке отдай, там, пусть, может быть, он видео снимет, скажет, есть тут талантливая художница. Вот. Дешевые славы, знаешь, там, над этим надо бороться. Да, ну, я понял, значит, HTML. Я бы сказал так. Как конкретное знание, допустим, с точки зрения тестирования, это не бог весть, там, насколько нужно, но как бэкграунд, такой, как некоторый вектор. Это хорошо, потому что, если у вас это пошло, это говорит о том, что у вас и все остальные хохмочки пойдут, и они не сложнее, чем вот это. То есть, я не знаю, вообще-то многие люди упираются вот в автоматизацию тестирования, и это для них как на Марс полететь, знаете. Вот. И, господи, я знал людей, которые посуду в ресторане мыли, и по-английски не говорили, и боялись этой автоматизации. Выпускник у меня один был, я вот сейчас помню, как прекрасно, где-то год 96-й, наверное, 7-й. Вот. И он, он боялся, его трясло. И у нее первая работа была 15 долларов в час. Ну, то есть, совсем маленькие были деньги, но уже же, ну, лучше, чем в ресторане и все такое. И ему досталось автоматизировать, причем автоматизировать ему досталось игры. То есть, вот, представьте себе, повторяемость того, чего игра. То есть, оно все время по-разному ходит во все стороны. И, а ему говорят, автоматизируй, а оно не повторяется. И я ему придумал, он пришел в слезах, я ему придумал способ, как это обойти. То есть, я ему говорю, ты, там, из датчика, из генератора случайных чисел они берут. Я ему говорю, ты пусть они тебе из этого генератора в файл запишут. И сделают тебе режим для тестирования, чтобы в режиме тестирования оно из файла брало. Тогда оно повторяться будет, чтобы не на ходу брало, а запомненное. Ну, в общем, короче, это была его первая работа, и деваться ему было некуда, понимаете. За эти 15 долларов, он, я хочу сказать, за 50 бы никто эту работу не сделал. Но он ее делал за 15, и потом прошел год, и он стал таким автоматизатором, что просто, а человек, его трясло, от одной мысли трясло, понимаете. Мы как-то ехали по Сан-Франциско, и он поднос там нес из ресторана, какой-то поднос такой металлический, с кровью, там, от чего-то кур, там, индюков, там, не знаю, сливал куда-то. Поэтому, что там говорить. Поэтому, если есть склонности, да, если там рука, как бы, это дело клепает, господи, ну, хорошо. И нравится, что самое. Самое главное, нравится. Денис мне вечно говорит, ну, пойдем, ну, ты хоть чай попей. Не, я не могу ее действительно оторвать. Это невозможно, это оторваться невозможно. Да, и время так летит вообще, не знаю. То же самое, даже, например, когда видео монтируешь, да, вот мне жена часто говорит, иди там, пойди сюда, посмотри сюда, я говорю, да я же монтирую видео, я не могу так, ну, это же, ну, ну, как же так сейчас, вот, взял и бросил. А эта штука, она еще запойная такая, как пошел фигачить, так встать же невозможно. И как, я когда автоматическим тестированием занимался, вот у меня был период, там, год, и я никак не мог, вот это ощущение времени, вроде только сел, раз, домой пора идти. Я говорю, когда же работать-то, что же сел. Понимаешь, я говорю, там все уходят. Я уже такой. Да, значит, работа по душе. Да, кто там сказал, говорит, найдите работу по душе, и вы ни одного дня не будете в своей жизни работать. Ну, можно сказать так, да, можно сказать так. Все-таки, понимаете, я думаю, человеку нужен какой-то элемент покоя, вот, в том смысле, что он должен понимать, что он что-то делает, и он делает, а не то, что вот ему дадут или не дадут. Вот у меня жена, например, она как-то рассказывала, что вот у нее в совке было, вот полное, всегда было ощущение, что она никогда не сможет стать тем, кем она могла бы стать, потому что ей просто не дадут. Вот точно такое же ощущение у меня сейчас. Вот, чем бы я вот только начинаю заниматься, все, это... Палки в колесе. ...начинается давление. Вот. И все, и ничего, никак. Можно пойти наперекор этому всему, против своих принципов, против всего, да, и прогнуться под эту систему, и начать работать именно по этой системе. Да. Вы знаете что, а вот история, которую я слышал, вот насколько это правдоподобно, что там дедушка какой-то, вот я где-то на видео видел, какой-то дедушка, он, ну, он такой, с историей, как бы, протестных выступлений, значит, дедушка встал в одиночный пикет с плакатиком, таким, мир у мир, вот так встал, и его забрали, он там в обезьяннике там ночь провел, и утром его отпустили. Это, как бы сказать, действительно, то есть это, насколько реально такая история? Реально на все проценты. За мир у мир, мир у мир. На все сто процентов любое пикетирование, любой митинг, да, любое собрание, где-либо публичное собрание у нас как бы не придется. Нет, ну закон же, закон же говорит, что можно в одиночный пикет выходить. У нас по закону все можно это делать. Вот, причем в одиночный пикет можно выходить без согласования. Вот я как юрист говорю, да, без согласования с властем. Если два человека, все, это уже митинг. А вот, это запрещено. Так вот, у нас как бы это не приветствуется, мягко говоря. Вот, разрешено, да, но у нас немножко не так работает эта система, насколько я знаю, да, как американская система, что не запрещено, то разрешено. Но он не может обратиться в суд, например, за то, что его забрали с улицы, при том, что он свои гражданские права реализовывал. Конечно может, конечно может, но с него выпьют все соки, все деньги при этом. И он ничего не добьет. А суд, он денег стоит? Конечно. Ну, исковое заявление составит. Всего из денег. А вы представляете, если, допустим, он живет где-нибудь в Архангельске или в том же Белгороде, да, он обращается в районный даже суд города Белгорода, вот, и ездит, допустим, из нашего небольшого городка 120 километров каждый день. Сколько денег нужно прокатать? А у вас суда нет, что ли? Нет, есть. Ну, допустим, он обратился не в первую инстанцию, да, в суд, а сразу в районный. Вот, вариант. Или первую инстанцию прошел, не выиграл, он второй инстанцией начал использовать. Откуда у человека деньги, если он получает 10 тысяч в месяц пенсию? Сколько это у нас? 150 долларов, да? Вот в месяц. Нет, ну подождите, как жить на 150 долларов? Вот с этим делом, да, это к россиянам можно обращаться, мы научим кого угодно. Выживать. Нет, напишко, можно жить на 150 долларов? Вы же, вы же, вы же, вы поймите, что, как бы, 150 долларов это квартплата, грубо говоря, налоги. Коммуналка там, как бы. Все, на лекарства, естественно, самые дешевые, то, как хватает все остальное, еда, это родственники, сам ковыряешься в огороде. Подожди, ну масло, сахар ты же не возьмешь в огороде. Там самое необходимое. Подождите, еще раз. Вот насчет лекарств я не очень понял. Я много раз слышал, что вот в Российской Федерации медицина бесплатная, врачи бесплатные, госпиталь бесплатный, и оборудование импортное завезли, асфальтом укатали дорогу. Это оборудование укатали. Слушайте, побольше. Подождите, откуда взял, на что он должен деньги отдать? За все, за прием, за все. В бесплатном обслуживании он платит за прием? У нас у каждого есть страховой полис. Он бесплатный медицинский страховой полис, по которому, в случае с тобой что, тебя обязаны как бы государство оплатить твое лечение. Хорошо. Но это в идеале. И до какого-то времени, вот этот переходный период, да, от советской системы медицинской к российской, так и было, вроде бы. Сейчас мы имеем в реале. Мы приходим к врачу, да, он примет вас бесплатно. Выпишет вам таблеток, которые стоят баснословных денег, причем этот сговор делается с фармацевтическими продавцами, ну, с аптекарями. Естественно, чем дороже, тем лучше. И ничего тут не докажешь. Любое обследование, особенно такие вещи, да, технологичные, как МРТ, даже простой рентген и так далее, это за свою плату. Как они это объясняют? Подождите, ну рентген, подождите, подождите, ну все-таки есть профилактический осмотр. Рентген раз в год, на предмет рака и так далее. Нет, флюорография действительно до сих пор у нас, как бы бесплатно. Вот мы ее проходим. Но если по собственному желанию ты хочешь, тебе вот кажется, что у тебя там что-то щемит. Подозрение на перелом. Надо платить за рентген? И в некоторых случаях вас разведут. Моя жена, у нее кардиопатия, ну легкая такая форма сердечной заболеваемости. В свое время она состояла на учете в нашей поликлинике. У кардиолога. У кардиолога все. И как-то выходит, я ее жду около поликлиники, такая интересная история. Я говорю, ну что, ну все нормально, ну надо пройти эхолокацию, кажется. Я говорю, ну что, пойдем проходить. Он говорит, ну надо сначала... Это не МРТ? Нет, нет, нет. Это чуть-чуть другая вещь. Он говорит, надо оплатить там тысячу с чем-то рублей, насколько я помню в то время. Я говорю, как оплатить? Я говорю, ты стоишь у этого. Значит, на следующий день, на следующее утро... А, нет, я сразу позвонил по номеру на страховом полюсе. Есть номер. Телефон, если по вопросам. Я обращаюсь, я говорю, а что это такое? Почему? Значит, у вас страховый полюс, мне не оплачивают. Да. Вот. Они на следующее утро перезванивают мне. Вот. У вас вопрос решили. Сразу же после этого перезванивает зам с поликлиники мне и объясняет, ваш лечащий врач вас неправильно информировал. Короче, там бесплатные талончики должны быть, а он, наверное, вам не предупредил от них или вы неправильно поняли. В общем, придите, возьмите бесплатные талончики и пройдите эхолокацию. Мы приходим, нам в прямую говорят, зачем вы звонили? Мне теперь решат премии. Я этому врачу объясняю. Я говорю, уважаемая, там, я не помню, Лидия Ивановна, я говорю, а как вы с простого человека пытаетесь деньги содрать, это нормально, вы считаете? А то, что я пошел свои права защищать, это ненормально. Значит. Вот. Ну, скрипя зубами, отдала этот талон, мы действительно прошли бесплатную локацию, но это в том случае, если вы этого добиваетесь. Можно добиться много чего. Если много времени, потратите сил. Но у людей нет ни сил, ни времени, ни денег. А на это все нужно, чтобы добиться. Понимаете, вот у нас все вот такое, все везде вот такие законы. Но куда бы... Везде нужно подниматься. Куда бы ты ни пошел. А врачу-то какая разница, платили вы или нет? Он получает свой процент. Да, скажем так, это не официально, но это понятно, логично выходит, раз он заинтересованное лицо в этом, в этой цепочке, значит, он получает свой процент. Ну, вы теряя вес, сэкономили много денег и, можно сказать, обобрали своих врачей и фармацевтов. Да, да, да. Да, это понятно, понятно. Я именно этим и занимаюсь. То, что в своем блоге, я честно, у меня нет платного никакого не информационного продукта. Причем я веду людей абсолютно бесплатно. Вот у меня есть люди, которые уже на 20% купили за три месяца. Каждую неделю мы с ними списываемся. Отчеты делаем. И я в свое время, когда сам искал способы купления и так далее, всегда попадал на такие вещи. вот в интернете, да? Да, давайте вот начнем, но дальше платно. Или давайте вы купите у нас вот это и вы похудеете. Ну, немножечко... Я понимаю, что информационный продукт должен оплачиваться обязательно. А как иначе? Ну, если работает... Вот у меня есть, например, там курс в онлайне, да? Потестируй. И я говорю, первые три урока, я с вас денег не беру. Вы решайте, или вы остаетесь, или нет? Вот, например, у меня сейчас группа идет, заканчивается на этой неделе. У меня там 125 человек. И когда мы начинали, их было 175. После первых трех уроков осталось 125. То есть они посмотрели. Там ведь не только вопрос понятно-непонятно, там еще вопрос, есть ли время заниматься, нужно в неделю часов 15, чтобы не выпасть из класса. Поэтому человек видит, у него не идет там, или что-то, и так далее. Ну, то есть я стараюсь так, он стоит денег, но я не хочу, чтобы человек потом пожалел, или как-то сказал, что он не знал. И вот теперь. И кроме того, мы не любим связываться с этим возвратом. Как бы непродуктивный расход времени совершенно. Поэтому мы говорим, давай так, вот три раза посмотрел, да, да, нет, без каких-то дел. Нет, это все правильно. Потому что любая работа должна оплачиваться. в конце концов, да, я сижу, снимаю и все это все делаю, пишу статьи, ну вот, конечно, это работа. А, у вас еще письменный блок есть? Да. Да, у нас именно, мы не только, мы не канал YouTube, вот, у нас, скажем так, это побочный продукт. А почему появился у нас блог? У нас блог, у нас собственный сайт вкус жизни.ру. Послушайте, вы, во-первых, вы мне скиньте в этом, в скайпе, чтобы я мог, но, тоже ссылку дать, но вы, вот такой вопрос я вам сразу задам. Вот у меня, например, второго типа диабет, так? И одно дело худеть, вот так худеть, а другое дело худеть, когда ты, например, должен периодически кушать, там, ты должен, например, чего-то избегать, чего-то не избегать. Ну, то есть, все-таки, диабетическое питание, это необычное питание, да, то есть, вот, скажем, есть вещи, которые ты не станешь есть. Я с вашей болезнью, потому что у меня мать болеет тем же самым, что... вот ваша диета, как с этим? Здесь у меня, принципиально, я не говорю слово диета. Почему? Потому что у меня диеты, как таковой, нет, не существует. Я не говорю людям, откажитесь от этого, и вы похудеете, или так далее. Вы едите то, что вам разрешено, то, что вы привыкли, то, что вам нравится. Конфеты нравятся, ну, я не имею в виду, там, диабетика, да? Конфеты нравятся, торты нравятся, жирные нравятся, кушайте, но считайте вы калории, пожалуйста. Единственное, вы должны выдерживать вот этот баланс. Все, единственное, чему я учу людей, это считать расход, доход, вот, и вот этот вот баланс держать. Хотите удерживать свой баланс, считайте доход. то есть не то, чтобы вы проповедуете, скажем, активный образ физический, то есть вы говорите, там прошелся, там 300 метров, вот тебе в баланс, там, добавили, там, или убрали, то есть не то, чтобы нужно обязательно в день, там, сколько-то калорий сжечь. Нет, конечно, я пропагандирую именно физическое какое-то движение человека, это в конце концов очень полезно для здоровья, вот, это, скажем так, не то, что обязательно, а приветствуется, вот, но в любом случае, если человек сопряжен тоже, у меня довольно много подписчиков в возрастной категории от 50 лет до 60. О, это наши ребята. Да, и женщины, основная аудитория моей подписчика это женщины, и у них всегда сопряжено с какими-то заболеваниями, серьезными заболеваниями, и у меня есть двоюродная сестра, которая работает эндокринологом, диетолог, она очень далеко от нас находится, во Владивостоке аж, ну, я консультирую с ней постоянно по этим вопросам, по медицинским именно вопросам, не хочу человеку навредить, скажем так, первое, меня научили еще в институте, первый закон юриста, да, и врача не навреди, вот, по двух профессий. То есть, можно посадить невиновного, но оскорблять его нельзя. Да, 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 хорошо. Вот, я знаю, вышки, хотя сам не являюсь медиком, но очень много читаю журналов, в связи с развитием английского языка в себе, начинаю пытаться читать вот английскую литературу, и начал с чего? С медицинских журналов английских, пока онлайн, вот, ну, то есть, вы не смотрите на баланс там углеводов и жиров, там вот этого? Я смотрю, но это не самый главный показатель. раздельность питания у вас не так сильно? Нет, это один из, скажем так, не главных факторов. Какая вообще идея моего блога, да, идея всего похудения, вот, через ваш блог тоже хочу донести. Давайте, конечно. Нет, даже для тех, кто не будет даже смотреть мой блог и ни разу не зайдет. Одну вещь. Что такое похудеть и удерживать вес? Это приобрести образ жизни. Самое главное, образ жизни, как психолог, вернее, я не психолог, но, как говорят психологи, вот, привычку можно приобрести за 21 день. Отвыкнуть или привыкнуть к чему-то. А чтобы стало приобрести этот образ жизни, вы должны этим прожить не менее года. Да, а чтобы действительности стать, это все, это ваше, это три года. То есть, вы три года должны сделать какие-то небольшие усилия. Опять же, почему, как вы говорите, как бы вы ни старались изменить свой образ жизни, вы потом опять наедитесь к чему привыкли, да. Вот, я учу людей то, что не отказывайте себе ни в коем случае в самых вкусностях, пельмешках ваших любимых этих. А-а-а, с майонезом, с майонезом. С майонезом. Да, 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 и картошку жареную обязательно. С горошком, зеленый горошек? Вот, и с майонезом. Домашние. Это замечательно. И не из магазина только. Замечательно, лишь бы, если вы это любите, значит, ваш организм это требует. И не надо его настигать. Нет, нет, только вес набирается. Но, привыкнуть к тому, что вы должны считать калории, съели, ну, пройдитесь. Я не говорю бегать, наоборот, у меня есть видео под названием «Бег или ходьба», и я пропагандирую только ходьбу, потому что бег, особенно с излишним весом, ну, суставы ваши. Спасибо не скажешь. Спасибо не скажешь. Ну, там много аспекта. А вы видели, у меня вот есть видео, я на таких пружинных ботиночках ходил, называется «Кангу Джампс», нет? Нет, нет, я не знаю. Вот специально для того, чтобы на суставы не было нагрузки, но они такие прыгучие, надо там баланс еще держать, вот, но вот движешься, там колоссальный расход энергии, самое главное, что оно на суставы не дает ничего. За что вы, мы видели около торгового центра одного, помнишь, мы снимали, даже фото, у нас есть мужчина, который там, он еще выше становится на сантиметров 30, да? Ну да, у него такие, вот такие пружинные ботиночки, изогнутые, да. Вы видели, видели бы такое, вот, мы как раз пропагандируем то, что не изменяйтесь своим там привычками и так далее, вот, а приобретайте просто новые, но при этом мягкое, переход должен быть и он очень долгий должен быть. Хорошо, слушайте, а давайте я вас еще спрошу, я, как бы, разных людей спрашиваю и очень разные ответы получаю. Вот вы живете там в Белгородской области, можно сказать, в некоторой изоляции от остальной страны, вот, живете на рубли, правильно, вам, долларами вы не рассчитываетесь, на вас как-то сказывается, вот, курс доллара, нефть, я не знаю, санкции, вот, ну, вот что-то такое, вот вы, скажем, год назад жили, вот, на какие-то деньги, вот, вот, что-то происходит в рублевые части планеты, потому что говорят, что, вот, которые живут на рубли, только на рубли, и у них все на рубли, они вообще ничего такого не чувствуют, вот, на них не сказывается. Я понял ваш вопрос. Вопрос политический. Не, не, экономический просто. Вот, ну, все равно он касается политики, но все же отвечу. Хоть я принципиально не говорю об этом, но скажу, это не секрет, любой знает, что мы стали, конечно, жить чуть-чуть хуже. То есть даже на рубли? Цены увеличились, ну, за счет, естественно, повышения курса доллара, почти в два раза, у нас повысился, вот, соответственно, вся импортная продукция. Не, ну, подождите, ну, это если вы не кушаете, не берете импортного, ну, вот местное, вот у вас тут, тут поле, там. Импортные продукты тащат за собой российского производителя цену, конкуренция должна как-то это связываться. Если, грубо говоря, если там какой-нибудь сыр или что-нибудь повысится до тысячи рублей, да, а наш производитель будет по 200 рублей, ему не захочется продавать. А зачем подвески продавать, если можно по 500? Нет, ну, подождите, ну, тогда государство, вводя санкции, да, или там, вводя какую-то политику ограничения импорта, должна сказать, если кто-то воспользуется этим для прямой спекуляции или вот как бы прямой, ну, грубо говоря, нетрудовых доходов, да, то это должно как-то наказываться, штрафоваться, там, или как-то... они вмешиваются в ценовую политику. А, ну, так не смешивают. Причем, они так и говорят, что мы не вмешиваемся в это. Окей. А поэтому проблема импортозамещения важна, то есть, если импорт ничем не заместить, то будет дефицит товара и, соответственно, будет больше стоить, потому что его меньше стало на прилавках. Скажем так, сразу скажу, конечно, не все так черно, как могут подумать зарубежные наши слушатели. Не в два раза все это увеличилось, причем не пропали продукты с полок. У нас какое количество было, такое сразу. кроме кое-каких продуктов, к которым мы, допустим, привыкли, да, это сыр пармезан. Мы без него, ну, не понимаем спагетти там или макароны. Это посыпать, посыпать тертым. Да, да, мы не понимаем пиццу и так далее готовить. И с тем, что пармезана больше не найдешь в магазинах, мы очень, допустим, страдаем. Вы знаете, что, а мы в СССР даже не знали, что есть пармезан. И прекрасно жили, родину любили. Нет, для себя открыли этот вид продукта. Очень сильно полюбили его. Но у нас сейчас заменили все-таки его и появился совсем недавно это аргентинский пармезан. Он совсем настоящий, все-таки не пармский. Ну, вроде как они утверждают те же бактерии, столько же лет. Нет, ну это мелочь, на самом деле, ну что там было, по чем говорить. В принципе, похож, да, мы делали очень вкусные макароны и нам понравилось. Ну вот вы живете там, вот у вас есть, как бы, ну скажем, значительная часть продуктов на столе, вот из окрестных ферм, там, я не знаю, что там у вас, колхозы. Ну и на Белгородской области. Есть колхозы вообще или хожу разогнали? Нет, нет, колхозов нет, фермерские, хозяйства сейчас это называется. В основном они тоже огромные, это не разрозненные какие-то маленькие фермы. Большие фермы. Техасские фермы. Так, у нас называется холдингами сейчас. А-па! Вот, это крупные, крупные игроки на российском рынке, очень крупные, они не только в Белгородской области, допустим, наш агрохолдинг. Это неплохо, это должны снижаться расходы, эффективность должна быть выше. Белгородская область, чем отличается? Тем, что мы одни из самых богатых в России по всем показателям. Мы 75% свинины, 80% птицы поставляем во всей России. Да вы что? А что же остальные-то ничего не поставляют? Ну, не знаю, вот рядом с нами Курская, Воронежская область, допустим, существует, да, мы знаем прекрасно, что когда переезжаешь границу этих областей на автомобили или мотоциклы, мы попадаем в ад. просто в ад, в дороге, на которых невозможно ездить. Слушайте, а по моим понятиям и Курская, и Воронежская область должны быть, ну, если не раем на земле, то очень приличным местом. То есть, там хорошая земля, да, там еще с советских времен промышленность была очень-очень развитая. Все это уже в 90-е годы, как оно умерло, так оно не возрождается. Слушайте, Воронеж вообще был центр невероятный, там такие заводы оборонные стояли, там электроника была. Как бы, как бы не ругал, да, ой, извиняюсь, российскую там, власть может быть недоволен ей, но в любом случае отдам должное губернатору, это, да, единственный человек, который хоть что-то делал. Это у вас Рудской был, или? Нет, нет, Рудской как раз развалило Курскую область. А, окей. Он ее разворовал окончательно в свое время. То есть, хоть и генерал, но не спасает. С его приходом там разруха полная настала. Там кроме природы красиво больше ничего не осталось. Да, вот, единственное, что там, из-за того, что там нет сейчас промышленности и сельского хозяйства фактически, там великолепная природа. О, там, Тургеневские места какие-нибудь там, в ту сторону. Отлично. Очка земли, чтобы не оборвать, не было полей. Нету, вообще нету. Запахали все. Все, 100% пара. То есть, вы не убыточный регион. Кто-то мне говорит, что там какой-то колоссальный процент регионов убыточные, дотационные. Все фактические регионы убыточные. Московская, Ленинградская, Белогородская область, три области, которые живут. Все остальные очень тяжело. На самом деле, к нам очень много приезжих, в основном, куда иммигранты, да, с Украины в свое время, ехали, это Белгородская область, Московская. То есть, работа есть? Да, здесь есть работа, здесь открывается. А вот как же, например, я не знаю, там, Ростов, вот, Северный Кавказ, там, я не знаю, там, Ставрополь, Краснодарский край, казалось, вообще, могут весь мир прокормить, могли бы, нет? Честно говоря, нет, мы не слышим, как россияне, что прям нас кормят именно эти регионы. Я не могу ничего сказать про них, но они не на слуху, скажем так. У нас они не на слуху, но они не на слуху. Мы проезжаем всегда эти регионы. О, да, да, хорошо. Я, на самом деле, как-то раз был в командировке в Краснодаре. Был май месяц, было дико жарко. Я такой год, что ли, такой был, я не помню. Я в этот год, я за неделю до этого был в Харькове, там было чудовищно жарко, а потом, значит, вернулся в Москву, и меня срочно, значит, закинули в Краснодар, и я там, наверное, дней 10 прожил. Тоже было градусов 40, это было что-то, что-то жуткое. Так вот, что я хочу сказать, я здесь, когда езжу, вот иногда, там по городкам зеленым и так далее, мне это очень напоминает Краснодар. Вот это вот воспоминание такие улицы с деревьями, и вот эти кроны, и вот у меня часто ощущение Краснодара такое. Только что, если пальмы какие-то, уже, конечно, нет, а так вот. Тоже вот в связи вот с этими нехорошими делами, которые творятся у нас, тоже немножко переживаем. Мы очень часто ездили на Украину, в Харьков. Мы живем вот. Да, да, там рядом. Через два часа я в Харькове на машине, причем границу довольно легко. Настолько близко? Дороги хорошие, можно быстро ездить. Ну, скажем так, если не смотреть на полицейских, да, и на радары их, то можно за полтора часа до Харькова. Но есть пограничный контроль какой-то или что? Отличный есть. Летом тяжело проходить, но мы летом специально туда и не ездили, а весна, осень, даже зимой мы посещали Харьков очень часто. Ну, во-первых, из-за ценовой их неполитики равны, там всегда дешевле. И развлечения. А какие там развлечения? Нам очень нравились там аквапарки хорошие. То есть есть такое. Они прекрасно построили два аквапарка, один из них... Слушайте, а вот какие-то такие, я слышал неоднократно грустные истории об общении с гаишниками украинскими. Это... У вас есть такой опыт? Это все правда, да, есть. И очень большой опыт. Действительно, это украинские... Ну, вообще там, я так понял, процветало и в то время, и, не знаю, сейчас, наверное, процветает даже в начнее время. Это невозможно проехать без взяток. Вот. А поборы были постоянные, причем российские номера это в первую очередь. Вот. Дай тебе Бог. Богатые люди там они ездят. Мы ездили в свое время вот к друзьям, к родственникам друзей в Полтаву. Угу. Это было... Поездка просто незабываемая. Незабываемая чем? Для... Ну, это смех. Просто смех. Это до такой степени вымогательства смешного, смешной формы происходит между водителем, да, мной и сотрудником ДПС их. Вот. То, что меня разобрал смех. Он не понимает, почему я смеюсь, а мне смешно. Вот для меня это смешно, у нас такого когда нет, у нас давно уже, скажем, такого нет. А там это начинают, значит, там с 20 гривен, кончают 5 гривнами, это торги идут такие. О, это идет торги. Причем не стесняются ни камер, да, вот что ты можешь записывать там. Они как-то это не стесняются. Наверное, потому что мы граждане другой страны, и они знают, что у нас как-то власти над ними почти нет. Может быть. Меня разводили на то, что в Киев какой-то ехать, там какой-то такой смех мне пытались развести меня на деньги, на большие деньги. А за что? За ремень безопасности, пока по законам тогда, тогдашней Украины, когда я попался, было предупреждение. Но с меня пытались 20 гривен. Нет, ничего. 20 гривен это что-нибудь, я сейчас, по тем временам это 3 доллара, 2,5. В долларах я никогда не читал, а так в рублях это умножить на 5. А в долларах было на 8. Поделить. Это, конечно, небольшие деньги, но очень неприятно, когда с тебя останавливают российскими номерами, я-то ему сказал, я говорю, а что ты всех российских останавливаешь? Они такие наглые вообще на самом деле, но с другой стороны наглые с наглостью, а, ну не знаю, какая-то как деть. По-доброму. Да, какие-то, знаешь, ну дай, ну дай, хоть что-нибудь мне вот кушать же надо. Понимаешь, оно с одной стороны и жалко их. Они действительно, Украина очень плохо жила, никого не слушайте, по сравнению с Россией, Украина с 90-х годов всегда хуже жила. Нам экономически... Ну нефти-то нету, что же, конечно, как же жить-то? Из-за сырьевых таких богатцев более-менее. Ну опять же, более-менее. Это выживаемость, как говорится. По крайней мере, все бюджетная сфера, пенсионеры и так далее, это всегда страдали. Ну хорошо, а у вас вот все распахано, понимаешь? Ну хорошо, ладно, давайте я тогда пойду спать уже, у нас тут час ночи. Это у вас там, видите, когда в Америке ночь, так у вас день, знаете, вот так вот, буржуство. Сегодня хорошо, в принципе. Было очень приятно с вами, давайте. У вас снега нет еще? Нет, у нас 20 градусов сейчас, мы еще загораем, так что у нас вкусно. Какие вы, как устроились-то, смотри. Да, и погода, и речка, и грибы, и поля распаханные, и вообще. Зачем мы уезжаем, собрались, да? Зачем мы уезжаем? Я вам расскажу, вы меня разбудили во мне анекдотчика. Вызывает евреи в КГБ и говорят там, говорит, Лазарий Соломонович, вот вы на выезд подали в Израиль, а что вам плохо живется, что вас тут обижают? Он говорит, да что вы такое говорите, мне прекрасно живется и изумительно живется, что же... Он говорит, а что же вы уезжаете? Я, наверное, не знаю, я как-то я так, ну, ну, уезжаю. Тот говорит, что ж ты, жидовская морда-то, говорит, все тебе плохо, говорит, о, вспомнил! Да, был еще другой, там, тоже, это все, начинается, знаете, вызывают евреев в КГБ. Ну, и говорят, значит, ему, что, а что вы, вот, подали заявление в Израиль, что случилось? Он говорит, вы понимаете, товарищ начальник, у меня брат живет в Израиле, так он ослеп, и надо за ним ухаживать, ну, что ж теперь делать, придется поехать. Тот говорит, так вы ему напишите, пусть он приезжает в Советский Союз, и будете за ним здесь ухаживать, товарищ начальник. Я же сказал, что он ослеп, и не охренел. Это было много таких. А что же вы, что же вы уезжаете? А был такой, тоже двое в аэропорту, в аэропорту уже, значит, там, и там объявляют, делегация Верховного Совета, там, бла-бла-бла, во главе с товарищем таким-то, ближайшее в Прагу, значит, просим пройти туда, то, потом, через минуту, делегация Совета Министров, там, СССР, во главе с товарищем таким-то, просим пройти туда. И один слушай, говорит, вся Кодла уезжает, может быть, уже остаться? Да, на эту тему было много. Ой, кошмар. Ладно. Я не знаю, я так хорошо помню, свежо, у меня в памяти все это очень свежо. Молодняк так меня слушает и думает, что я там из-за печки, там, метелка какая-то старая, там, запылившаяся, но просто, блядь, под разговор все время вылезает. Я же так не помню ничего, у меня текущих дел очень много. но... Но так оно вылезает. Я думаю, наверное, надо рассказывать, потому что люди же должны знать, вот мир, в котором они родились, выросли. Очень интересно, действительно, я думаю, что всем будет интересно. Мы вас слушаем, вот, просто так, как вы едете там в машине, рассказываете, что, допустим, сегодня делали. это действительно интересно. Ваше мнение интересно слушать, по какому-то там поводу. Как вы читаете? Кроме всего, вы очень интересный собеседник. Спасибо. Спасибо. Это не то, что прям комплимент, специально сделан. Нас даже предупредила, вот, Наталья, в свое время, что очень интересный человек. Наталья, она восторженная. Вот вы когда видите людей с большими глазами, они восторжены. После общения с Натальей Крик, у меня почему-то всегда хорошее настроение. Она, она всем довольна в жизни, вот, такой позитив, излучает замечательный позитив. Вот, второй человек тоже, вот, вы тоже, вот, всегда в таком приподненном хорошем настроении. Как батарейка. Да. Ну, я-то себя больше позиционирую, как полезный, то есть, вот, я что-то такое, как бы, с информацией, человек, который что-то такое видел, там, недвижимость покупал, продавал, строил бизнес, там, страхование, я не знаю, ну, как-то у меня много опыта, практического. Начинают вас смотреть именно поэтому, именно с практической точки зрения, но, после того, после такого знакомства, вас уже интересно просто слушать, да, вот, как вы там дом строили. я еще пользуюсь успехом, у женщин постарше. Мне сегодня сказали, что я чисто альпачино. Я специально пошел посмотреть, неужели я пошел специально поиск, сделал, посмотрел, думаю, ну, нет, ну, еще на Клинтона мне говорили, там, на Ширвинта, на Костолевска, я молодой, когда был так весь кучерявый, вот, так, еще лица были. Когда наел больше, стал на Ширвинта, когда меньше наел, был больше на Костолевского, но, в всяком случае, чтобы алпачино... Скажем так, им виднее, вы соглашаетесь? О, да господи, она же, она еще сказала, дамский угодник. Да, соглашаетесь. Это же, хорошо, это комплимент уже. Ну, ну, да. Понимаете как, я к этому отношусь очень, ну, как сказать, без, без экстрима таков. То есть, я понимаю, что у человека есть потребность какая-то, вот, допустим, кому-то хорошо относиться, или там, чем-то восторгаться, там, и в данном случае, я являюсь объектом вот этого. Вот. Этот человек может, например, сегодня восторгаться, а завтра сказать, что он там, обиделся на всю жизнь и отписаться, вот там, воды много пролили, пока мясо там мыли, значит, отписываюсь, вот там, из экологических соображений. Вот. Поэтому, это ты никогда не знаешь. Если поговорить с блогерем, с той же Наташей, она вам тоже расскажет, что у нее было какое-то количество людей, которые в какой-то момент, они там комплиментами ей сыпали, а потом взяли и разошлись, там, в смысле, обиделись, там, еще что-то. Жена что-то говорит, что там? Конечно, конечно. Вот. И, значит, что сказать? Она, народная любовь, она, конечно, как бы сказать, она приятная, но надо понимать, что все-таки у людей своя жизнь, и им, как бы, это важно больше для себя, чем, допустим, для нас. Я к этому так отношусь и на свой счет не принимаю. Но, послушайте, а вот вам пишут гадости, вот у вас там тысяча подписчиков. Вы знаете, вот тоже Наталья Клик задала вопрос, но никто не троллил еще. Никто. Вы должны дойти до двух тысяч подписчиков. Я думаю, сейчас после вот этого видео выхода обязательно появятся тролли. Ну, надо две тысячи. Вот когда две тысячи подписчиков, это рубеж, вот я с кем не поговоришь, начиная с двух тысяч, ты уже вызываешь какой-то интерес. Потому что тоже тратить время на что-то, писать какую-то гадость, там, где никто не увидит, это как бы себя не уважать, надо, можно пойти куда-то. У нас замечательный вот комментарий, да, по каналу Ютуба. Добрый положитель. Да, добрый, либо вопросительная форма какая-то, вот, подскажите. На самом блоге тоже, ну, там, совсем подписчики наши. У меня есть установка фильтров на плохие слова, которые в комментариях, и она сразу их на модерацию выбрасывает, чтобы они не проходили. Вот, я уже многим блогерам вот копировал и отправлял значит, всю эту пачку вот той же Наталье, там, и еще там были люди, которые сталкиваются с тем, что на какие-то гадости, пишут, и, ну, они перестают писать. У меня практически сейчас никто ничего не пишет плохого, если только не совсем со стороны какие-то люди, которые не знают, куда попали, вот они что-то там напишут, но, бессмысленно, потому что, во-первых, даже если там без матершины или там без каких-то слов, которых много, у меня вот такой список, но, но все равно выкинут, ну, что там. С другой стороны, в любом случае, как я говорю, спасибо вам, что вы нас смотрите, раз вы пишите. Я иногда, знаете, вот когда как-нибудь гадость напишут, я думаю, все-таки, какую большую пользу я приношу человечеству, потому что эти люди, которые могли бы там окно разбить, или, допустим, мы время их отвели, и они как бы в такой мирной, такой форме, то есть, вместо того, чтобы там, я извиняюсь, насиловать кого-то, они каким-то, я извиняюсь, мастурбацией занимают, вот, поэтому мы им как бы дали вот эту замочную скважину, и они там вот к ней припали, вместо того, чтобы обижать каких-то живых людей. Все, брат, все, правильно. Ну что же, хорошо, ладно, давайте тогда мы с вами прощаемся, я буду читать ваш блог, потому что у меня вопрос похудения очень ой, болезненный, я не знаю, что делать, чтобы поможем. Чего я никогда не делал, это не считал калории, потому что я как бы при всем уважении к калориям всегда начал просто, я просто начал свое погружение в диеты с книги Монтиньяка, если вы когда-нибудь читали, Мишель Монтиньяк, там, как ходить в рестораны и терять вес, там, такого плана, и это была первая книжка, мне из Москвы там подружка привезла, я ее читал, и там как бы объяснялось вот это вот не, ну, развести во времени развести углеводы с жирами, и потом вот этот Аткинс, там, раздельное питание, все эти дела, и вот США это очень, ну, очень-очень доминирующая такая линия, что нельзя этого делать, если есть, грубо говоря так, если есть легкие калории, и сложные калории, то он берет легкие, скажем, углеводы, это легкие калории, а жиры пока упаковывает под кожу, если они вместе встречаются, то есть, как бы, если вместе не давать, то как бы и упаковывать под кожу нечего, ну, грубо говоря так, и я могу сказать, что это работает, я по себе это замечал, то есть, фактически, получается, что иной раз дело не в калориях, которые ты съел, а если ты их в плохой компании съел, то это одна история, а если в хорошей компании, то другая, потом там начинается, допустим, вот по калориям, может быть, хлеб грубого помола, и хлеб, там, тонкого помола, мука, по калориям, может быть, они одинаковые, но поскольку они употребляются, у них вот разный гликемический индекс, соответственно, они употребляются, усваиваются за разное время, соответственно, нет такого удара, там, калорийного и так далее, то есть, я просто, когда столкнулся с тем, что люди считают калории, первый раз, я подумал, что оно, как бы, имеет смысл, и в калориях вот это мучат, если вы в калориях возьмете здесь курс по диетам, они учат калории считать, но я как-то считал, что, наверное, это не комплексная вещь, потому что калории калориями, но вот еще что-то есть, поэтому не пробовал никогда, никогда не считал. Из этой книжки, да, оно является правдой, но это, скажем так, не самое главное, как бы вы, даже вот как, у меня есть статья, да, макаронок толстеют ли я от них или нет, я доказываю, что нет, так как, грубый помол, в горум используется мука, да, который очень медленно распадается на энергию, и тем самым не успевает, грубо говоря, у нас называется вот это, как-то, знаете, в СССР это как-то назывались твердые сорта, или какие-то сорта. А то есть сейчас называется, мы называем его дурум, сейчас вот тот, кто перешел на это название, это правильно немножко называть, вот, и действительно, это не приводит к ожирению, но, вы представьте, вот, допустим, человек с большим желудком, да, который разработан, и все же, но если он будет есть их 5000 килокалорий, этих макарон, ну, хотите вы, не хотите, но он будет толстым, ничего он не сделает, все равно надо подсчетово обязательно в порядке делать, а то, что там употребление белка ведет, да, к увеличению скорости метаболизма вашей, это доказано, и действительно так, я тоже продвигаю это все, вот, но это одна из таких составляющих, ну, помощь худеющему, это такая периферия, это не самый главный. А у вас там в блоге есть какая-то табличка там, ну, вот как считать? Очень много, и таблиц энергозатрат, энергопотребление, и там, я извиняюсь, а вот, например, все, мы как-то не расстанем, все, тема хорошая, понимаете, но вот, я когда это смотрел, вот, скажем, на американском рынке, да, тут есть такое понятие, там, говорят, что у человека должно быть там 13 там минералов, essential minerals, 14 там essential vitamins, минералы, витамины, определенное количество, там, и так далее, если их нет, начинают какие-то плохие вещи, если мы будем только калории считать, мы, мы можем оказаться в очень нехорошей ситуации, но в макаронах же нет, например, вот столько там витаминов, и ферментов, там, это, я говорю, как за основной способ похудения, то есть, от чего человек худеет, это от баланса, от отрицательного баланса килокалорий, это от чего он худеет, все остальное, там тоже есть про это и видео, и статьи, как держать баланс именно углеводов, жиров и белков, какие минералы пить, в обязательном порядке, вот когда человек сбрасывает вес, это употребление дополнительных минералов и витаминов, слушайте, ну вот есть люди, ну такие упитанные, ну просто смотреть больно, а едят, как птичка, а есть такие молотят, как я не знаю что, и вот такие худючие, к сожалению, это заболевание, действительно, это заболевание, да, только у нас, как бы, в России это называется ожирение, да, на самом деле это не ожирение, а как мне объяснила, вот, моя родственница, врач, это заболевание, либо щитовидной железы, ну в общем, гормональный, ну да, так и есть, из-за этого проблемы с метаболизмом, с метаболическими процессами, то есть организм не превращает в энергию еду, да, в движение ваше, в сердцебиение, поддержание температуры тела, берет и откладывает в большую часть, на потом, жиры. А если, например, вообще не усваивает, вот ест, 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 а оно все мимо? Есть, у меня вот, допустим, есть человек, который ест больше меня в два раза, ну при чем, ну я не знаю, ну в органический охран, наверное. Так это может быть тоже, нет повода для радости, это тоже как-то проблема. Я вот так говорю, этому человеку, ну, как бы не прелюдия сказана, может оно там по прямой просто, и все, может их стыли что-нибудь, нет, на самом деле, от метаболического процесса очень много зависит, огромная часть. Почему? Ну хорошо, вы мне ссылку сбросьте, я пойду почитаю, а сейчас тогда я поставлю видео на, то, что оно то стало видео, и, это уже не значит. когда-то в микроволновку жена там что-то поставила, когда там отпикает, принеси. Вот эта микроволновка, у меня говорит, тебя жена просила, а ты сидишь. Вот, так что, ладно, ребят, счастливо, успехов вам, и я думаю, что мы с вами не прощаемся, уж так прямо, вот так, раз уже встретились-то. Нет, мы вас еще будем везти, и ваши знакомые. Все, договорились. Давайте. Счастливо.